Им, наверное, можно будет сказать, ребята, я любую игру не люблю. То есть, если я буду играть в неё и делать что-то без YouTube, без какой-то цели, мне это просто будет неинтересно. И не забывай, что в данном виде у нас также проходит конкурс на целых 10 контейнеров. Как только по данным видосам наберётся 1500 лайков, так сразу этот промокод сольётся. Ребята, недавно я узнал, что в ВК появилась группа, в которой бот раздаёт халявные девайсы и гаджеты, такие как iPhone, PS4, часы, Apple Watch и куча других ништяков. Получить свой приз довольно просто. Заходи в группу ВК, CrazyBox, подписывайся и пиши боту в промокод. Тебе будет выдан код, копируй его, активируй у них на сайте по ссылочке ниже и получи бесплатный приз. Лично мне выпал барслет Xiaomi за 2500 рублей. Уж такой халявы я точно не встречал. Заказывай доставку полученного приза, либо продавай его на сайте и на эти деньги открывай платные коробки. Так что подписывайся и возможно ты сможешь выиграть даже новенький iPhone. Ссылочку на группу я оставлю в описании. Всем привет дорогие друзья, с вами Вайдер и сегодня у нас будет видео достаточно необычное. Ну как необычное, это будет что-то типа истории, что-то не истории. Потому что давненько я хотел такое записать, рассказать вам кое-что. Да и вы меня сами очень часто спрашиваете, задаете такие вопросы. Поэтому нужно, нужно это делать, нужно это записывать. И соответственно ребята, вуаля, мы с вами сейчас будем заниматься записюлькиным этого видеоролика. Теперь мы непосредственно говорим о танчках онлайн. И вопрос будет, ребята, такого плана. За что я люблю танки онлайн? И меня тоже часто спрашивали, за что именно я полюбил танки онлайн? И может быть сейчас некоторые, наверное, из вас вспомнят эту историю. Потому что я как-то ее рассказывал на стримчике. Но многие, кстати, возможно ее и не знают. И многие, наверное, ребята, из вас не знают такую тему. Но игры, и в частности танки, потому что это тоже игра, я не люблю. Мне не нравится. Вот, наверное, кто-то из вас сейчас скажет, типа, какого хрена? Ты играешь в столько игр, типа, танки, GTA, Brawl Stars, потом еще Clash Royale. И тебе не нравится это? В Minecraft тоже иногда поигрывал. Ну, в Minecraft я чисто так снимал только. Но и здесь, как раз таки, я сказал, да, саму суть. Вот, во-первых, давайте сейчас сразу пробежимся. Вот так вот, ребята, выглядели у нас старые танки онлайн. Но, на самом деле, здесь еще похуже было. Потому что я что-то тот прям старый-старый гаражик не нашел, к сожалению. Было что-то вот, типа, вот такого вот. Ну, даже есть еще более старые версии. Но свои фоточки именно с этого гаража я, ребята, к сожалению, не нашел. Что-то типа вот так. Выглядело ужасно очень. Да, ужасненько это все было. Но, тем не менее, так это все ужасно было в битвах. И, да, наверное, многие из вас такие подумают. Блин, а за что вот в натуре? Многие, скорее всего, также из вас пришли где-то в 2016, 2017, может быть, даже в 2014 году. Когда игра более или менее была уже красивая. Да, она, ребята, уже вот в таком вот виде более или менее красивая. Потому что, когда я начинал играть... Фух, это был ужас ужасный. Серьезно, это была смерть какая-то. Как же, на самом деле, все началось у меня с этой игрулькой. И почему я начал играть? Почему же я, на самом деле, не люблю игры? Мы сегодня только с Кристиной об этом говорили. Я ей рассказывал. Сейчас давайте расскажу теперь вам. Случается такая тема. Наверное, многие из вас знают соревновательный процесс. Когда ты что-то где-то с чем-то делаешь, с кем-то соревнуешься. И, соответственно, от этого получаешь какое-то свое удовольствие. Тебе хочется что-то творить, хочется делать. У меня такая же ситуация была абсолютно со всеми играми. То есть, первая игра моя вообще в детстве, которую я прошел полностью, это GTA Vice City. Вот, у меня там был немножко соревновательный процесс с братом. Нам, получается, купили по компу. Ему и мне. Мы, соответственно, сидели, зажигали. И я, дабы победить, просто-напросто играл в эту игру. Знал, как ее проходить. Знал, как это по-быренькому сделать. И, соответственно, выиграл. И прошел ее первый. Вот, потом, непосредственно, когда я переехал уже с Казахстана в Россию, здесь завел новых друзей. И эти новые друзья у меня играли как раз-таки тоже вот в эту вот игру, которая называется Танки Онлайн. Ну, естественно, да, когда в компании в 4-5 человек, и четверо из них, как говорится, играют в какую-то игру, а ты пятый. Ну, воля-неволя, ты тоже с этим, соответственно, подтянешься, начнешь в это дело играть. Я начал играть, и скажу вам так, первое впечатление мне от игры было Блевоцкое. Серьезно. Я подумал, боже ты мой, куда я зашел, что это такое, что это вообще за уможенство. Пожалуйста, выкалите мне глаза, потому что тогда реальная игра была такая себе. Это был конец 2009 года, и ужас ужасный просто существовал. Или начало 2010-го, что-то в этом духе. Вот, потом я какое-то время ее бросил, причем тот мой первый аккаунт, я забыл от него пароль. Я вам это также рассказывал. И, ну, я подумал, ну, окей, ладно, бог с ним, не будем на этом заморачиваться. Типа, играют и играют в эту игру, я, типа, не буду играть. Но, блин, они изо дня в день про нее разговаривали, где-то что-то там говорили, кто-то новое звание получил. И тут включается мой соревновательный процесс. Да, ребята, вы, наверное, уже поняли. Соревновательный процесс у меня, естественно, включился. И я решил подключиться к этой игре. И начал очень жестко в ней понимать. Очень жестко в ней шарить. Начал задротить целыми днями. Я, ребята, играл по 16-15 часов в день. Вы просто представляете, насколько это много. Буквально у меня там было пару часиков на сон. И потом я уходил, соответственно, в игру. Да, играл и задротил краски летом. Потому что в учебное время не так много у тебя времени есть. И, соответственно, ну, все уходит именно на учебу. Поэтому такими вот темпами по 16-15 часов я задротил чисто только летом. И буквально за три месяца я обогнал всех абсолютно друзей по званиям. Абсолютно просто всех. И через какой-то промежуток времени им, соответственно, эта игра уже надоела. Они в нее перестали играть. Ну, естественно, я тоже с нее ливнул. Потому что если, как говорится, нет никакого соревновательного процесса. Не с кем соревноваться. То мне игра становится неинтересной. Да, в принципе, вообще даже не игра, а любое абсолютное дело. Вот. И получается, да, уходил я на тот момент. Это был мой самый прям долгий уход. На что-то два года, что ли, с игры я вообще ливнул. Зашел потом, когда был ребаланс. Так, буквально на пару секундочек, да, зашел, посмотрел. Такой, да, и вышел. Вот. Не стал я играть, не стал ничего делать. Потом я ушел в армию опять же. Еще год в эту игрульку не играл. После того, как я пришел в армию где-то еще с полгода не играл. И что-то потом стукнуло у меня в 2014 году, что, блин, что-то, там же, там же есть вот какая-то игрулька, которую я рубился, которую я задротил. Наверное, это танки, танки, какие танки, танки онлайн. Набрал, хопа, сайт зашел. Вспомнил с божьей помощью свой никнейм и свой пароль. Это просто жесть была. Я, наверное, потратил где-то на это час своей жизни, чтобы это все дело вспоминать. Просто вообще, ребята, смерть смертельная. Но в итоге мне получилось, в итоге мне удалось это все дело вспомнить. Зашел и потом что-то ненароком меня понесло на ютуб. Да, что-то я зашел у нас на ютубчик, увидел, посмотрел. Блин, ну прикольно, может быть я опять немножко поиграю, посидел, поиграл. И потом у меня, знаете, какой-то такой, также соревновательный мой организм дал о себе знать. Я посмотрел, как, в общем-то, на ютубчике некоторые люди снимают, снимают, соответственно, видосы. К ним заходят в битвы и это все дело играют вместе с ними. В битвах там что-то абсолютно разных, потому что карт было много, и в абсолютно разных битвах они играли. Типа подписчики заходили, с ними рубились. Я такой, хм, а ну-ка, а я так тоже хочу. И то есть я снул свой ютуб канал, начал все это дело развивать, как-то начал все это дело бахать, снимать. И когда у меня начали первые, знаете, такие позывы получаться, ко мне начали заходить в битвы, соответственно, можно было абсолютно любую карту создать. Подписчики туда залетали, вместе с вами, соответственно, играли. И прям-прям неплохо таки было, мне очень сильно понравилось. Я такой подумал, хм, ну-ну, вообще прям нормально, маманя. Можно хоть продолжить. Потом непосредственно я уже начал смотреть, видеть, что также некоторые другие ютуберы занимаются этим делом, снимают. Как-то у них там очень много подписчиков, как-то все вот круто. И, естественно, начался у меня, ребята, второй этап соревновательного процесса. Соревновалка у меня была, я заключал в том, чтобы набрать как можно больше подписчиков, набрать как можно больше просмотров. Чтобы это все вот дело было крутое. Снимать рубрики какие-то придумать, снимать ролики как можно больше. Опять же, всем этим делом я занимался, ну и занимаюсь по сей день. И как-то меня отвтянуло. И вот непосредственно, знаете, наверное, на ютубе и в этой игре я нахожусь не потому, что она мне как-то нравится и как-то зацепляет меня чем-то. Потому что, ну, опять же, я вам, ребята, сказал, что игры по факту, по сути, мне не нравятся. Да, если, допустим, кто-то мне предложит скачать какую-то игру и просто посидеть в нее, поиграть, без какого-то либо смысла, то есть без какой-то цели, там, удивить подписчиков видеороликом, сделать там что-то, набрать на этом много подписчиков, как-то вот всем рассказать свою историю, как ты это что делаешь. То есть без какой-либо цели ты просто сидишь, играешь? Нет. Ребятки, сорянчики, это не ко мне. Я не люблю такое дело, я таким делом не занимаюсь. И поэтому любая вообще игра, неважно какая, если она хоть более-менее как-то меня зацепит. Да, естественно, я не буду говорить, что я, блин, могу играть абсолютно во всем, мне это будет нравиться. Нет, игра все-таки должна мне более-менее понравиться, и чтоб меня в нее затянуло, чтоб я в ней надолго остался, меня как-то должно мотивировать что-то. Вот мотивирует меня снятие роликов для вас, мотивирует, как вы ставите лайки, мотивирует вот эта вот вся фишка, как вы проявляете активность, что я записываю, что-то делаю такое, вы узнаете о моей истории, я могу с вами поговорить. Вот эта вот фишка, и вот эта тема мне очень сильно нравится, очень сильно доставляет, соответственно, я этим занимаюсь. Вот так вот, ребята, поэтому думаю, теперь на любой такой вопрос на моем стриме, типа, о боже, как ты в это играешь до сих пор, типа, да блин, уже пора перейти в какую-то другую игру, это же неинтересно, это скучно, в нее никто не играет. Им, наверное, можно будет сказать, ребята, я любую игру не люблю, то есть, если я буду играть в нее и делать что-то без ютуба, без какой-то цели, мне это просто будет неинтересно. Как-то не будет соревновательного процесса никакого, и я просто-напросто помру на этом, и ничего хорошего из этого не получится. Ладно, ребята, вот такой у нас ролик получился, надеюсь, он вам понравился, если так, обязательно ставьте ему свой царский лайк, также не забывайте подписываться на мой канал ниже, если кнопочка у вас красным говорит, и нажимать на колокольчик на все оповещения. Ну, а с вами был Вайдер, всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok